Визурии следовала пшеную и сушеную местность, которая распостерлась перед ней на наличие чего-нибудь съестного. Но, как и большинство незанятых территорий, она была неплодородной и едва ли здесь можно было кого-то поймать. Поэтому она двинулась дальше. Она учуяла следы нескольких стад, которые, прямо как она, скорее всего, искали более плодородные земли. Но, очевидно, они здесь не задерживались, чего не было нужды делать и Визурии. Эта местность не только не забиловала едой или водой, но еще была и очень открытой. Поблизости не было ни кустов, ни высокой травы, которые могли бы скрыть ее от чужих глаз. Визурии нужно было как можно скорее пересечь это место, по крайней мере, если она не хотела голодать или привлекать ненужное внимание. Она повидала много разных мест с тех пор, как покинула земли Прайда. Озера такие широкие, что вдалеке едва виднелся противоположный берег. Огромные тернистые джунгли, очень похожи на те, где вырос ее дедушка. Усокие горные хребты. Одни каменистые пустыны, другие за снежными вершинами. Третьи поросшие низкорослыми деревьями и кустарниками. Однажды она набрела на еще большое озеро, чем первое. В отличие от него, это казалось бескрайним. Визурия скочила гримаса, вспоминая отвратительный соленый привкус на языке, когда она попыталась попить оттуда. Какое-то время она шла вдоль берегов в надежде найти обходный путь. Но в конце концов она узнала от местных, что это озеро невозможно было обойти. И определенно будет то, что рассказать семье, если она увидит их снова. И это вы называете добычей? Вы, жалко породина охотница, как мы сможем с этим выезжать? Визурия вынырнула из своих мыслей и мысленно прокляла себя за то, что упустила из виду окрестности в таком опасном месте. А к счастью, этот возглаз и не был обращен к ней. Неподалеку Визурия заметила небольшой прядь, состоящий из львов, крайне жалкого и несчастного вида. Визурия таких никогда не встречала. Пяти львиц и один лев, а также ей два удалось заметить львианка, сидевшего между лап одной львицы. В лапах самца лежал мятый заяц. Все члены прайда выглядели грязными и костлявыми, что сложно было сотить об их возрасте. Или хотя бы определить цвет их шерсти. Но даже издалека можно было увидеть их ребра. Визурия почти сразу поняла, что происходит, и стиснула челюсть от злости. Несмотря на то, что самец тоже был недовольно худощавым, он выглядел лучше, чем его львицы. Многие из них попетились от яростного крика. Льва, но одна, выступила вперед. А чего ты ожидал? На этих землях почти ничего нет. А даже если было бы, у нас они достаточно силы, чтобы охотиться на кого-то погруппнее. Нам повезло, что мы вообще-то что-то поймали. В ответ лев зарычал на нее и обнажил свои зубы. Но львица глазом не моргнула. Вы просто плохо охотитесь! Прорычал он. Если бы ты и твои охотницы выполняли свои работы, приносили достаточной еды, нам не пришлось бы голодать. Львица огрызнулась в ответ. А если бы изначально ты довольствовался тем, что нас было, у нас бы все еще был дом. Но нет, ты дал своим эгоистичным обидцам все разрушить. — Заткнись! — прорычал лев и грубо ударила ее по морде тыльной стороной своей лапой. Львица рухнула на земле, подняв вокруг себя облако пыли. — Мама! — две другие львицы попытались приблизиться к ней. На предупреждающее рычание совца остановило их, засовев отойти назад. — То, что я сделала, я сделала ради прайда! — прокричал он. — Но вы оказались слабыми, никчемными воинами. Мы потеряли свой дом, потому что вы недостаточно отважно сражались. Затем лев направился к упавшей львице. — А раз ты для охоты не горишься старой развалины, я не вижу причины оставлять ее в прайде. — А ну отойди от нее, грубее! — Прежде чем поняла, что делает визоль, выскочила перед самцом и оттолкнула его от львица с такой силой, что он чуть и не упал на спину. Она знала, что не должна вмешиваться. Это было не ее дело, и она подвергла ее себе риску, бросая вызов льву. Но когда она увидела, как он убьет и угрожает кому-то настолько слабее него, что-то внутри нее щелкнуло. И она не смогла заставить себя просто пройти мимо. Любовь-то, однако, совершенно не понравилась ее, и она пришла себе раньше, чем оттого ожидала визоль. Теперь она видела его вблизи, и она заметила, что Тлеф психически нездоров. А если и был здоров когда-то, то явно было очень давно. — Кто ты такая? И как ты смеешь лезть к моему прайду львица? — Прочь с дороги, а не твой я. — Нет, нападала бы на тех, кто не меньше тебя. Или ты настолько отрослев, что у тебя хватает смелости даться только с теми, кто слабее тебе. Возможно, лев не сталкивался с подобными оскорблениями. Или же ее слова сильно ударили его по больному месту. В любом случае, она взорвалась от ярости и бросилась на нее. — Негодяйка, я заставлю тебя проглотить эти слова. Визурия раньше сажалась со львами и прочими хищниками своей погони за выживанием, однако до сих пор подобные стычки заканчивались лишь тем, что ее противники избегали. Но казалось, сумасшествие взвело вверх над сознанием этого льва, и он не собирался просто так отпускать Визурии после того, как она подвергла сомнению его власти над Прайдом, в котором она деспотично правила долгие годы. Тех, кто осмелился на подобное, он уничтожал или насильно заставлял подчиняться. Но эти методы Визурии работали только на львицах у его Прайда и совершенно не подходили для детских чужаков вроде Визурии. Впрочем, в своем нестабильном состоянии он сильно недооценивал ее. Он был больше и старше нее, а продолжительный голод сильно оказался на нем. Визурия довольно сильная для львицы, напротив, была в лучшей форме. С тех пор, как была еще подростком, она научилась выживать и на собственных ошибках, и так отточила свою мину, как этот Прайд никогда бы не смог. Семья обучила ее самозащите, а благодаря суровой жизни бродяги, она оточила эти навыки почти что до совершенства. Уже скоро стало ясно, что Визурия держит верх в этой схватке, но тем не менее самец отказывался сдаваться и продолжал яростно сажаться. Именно тогда Визурия допустила ошибку, о которой эти цитерки предупреждали ее во время тренировок, когда она была еще подростком. Она поддалась и нежданной жажде крови. Ярость овладела ею, и мир вокруг нее исчез. Она видела лишь своего соперника, а ее единственной целью было разорвать его на куски, а все остальное для нее перестало существовать. По словам ее тети, к тому своих воительницы не призывала даже Зира, воина ослепленной яростью безумен, а безумный воин может допустить страшные ошибки. Поэтому воины никогда не должны терять контроль над собой. Несмотря на это Визурия, именно так и сделала. Она утонула в ярости, и Сверя понабрасывалась на льва, словно он был игрушкой. Она разрывала его шкуру, оставляя на ней болезненные раны, едва ли замечая его отчаянной попытки отбиться от нее. Затем, наконец, она нанесла ему тяжелую дыр по морде, ослепляя его на один глаз, после чего он полетел на землю. Тяжело падая на землю, лев поднял облако пыли. Из его раны и того места, где раньше было его глаз, сочилась кровь. Было очевидно, что он проиграл эту битву. Его величайшим ужасом он увидел, как Визурия снова двинулась на него. Ее глаза все же так горели безумной яростью. Он понял, что она не остановится. «Нет! Нет!» Завел пилу она, пытаясь подняться. Но она кинулась на него, преграждая его к земле, позабав все моральные принципы, что, возможно, у нее были еще пара ударов с сердца назад. Она не слышала его мольбы, не замечала его беспомощности. «Нет! Прошу, нет!» Последним, что увидел лев, стало, как ее острые клыки, словно змея, хватающая добычу, вгрызается в его горло. После этого он скончался. Попростите за это! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok